Владимир Путин сегодня подписал указ о создании некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Зачем она и как будет работать, узнал Павел Пчелкин. Проект будет курировать непосредственно администрация президента. Это свидетельство того, как высокие ставки. Ведь в мире грядет настоящая технологическая революция. Сейчас даже фантастам тяжеловато, потому что они иногда не успевают за открытиями настоящего. И Россия, если она хочет быть независимой и успешной, должна быть не только внутри этого процесса, но и обязательно быть среди первых. Отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыванию человеческого потенциала. Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, в успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди. А вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития. Первый из целей проекта с говорящим названием «Россия. Страна возможностей» создание условий для повышения социальной мобильности. То есть речь, конечно, в первую очередь о молодежи, о создании социальных лифтов для тех, кто готов расти. Об этом Путин говорил в своем послании в марте. Я хочу подчеркнуть, для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможности. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед. Эта автономная некоммерческая организация, как можно догадаться, будет опираться на опыт работы одноименного форума «Россия. Страна возможностей». Там объединено 14 проектов, нацеленных на поиск и продвижение талантовой молодежи из числа управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, ученых, волонтеров, студентов и школьников. Вот как это работает для старшеклассников. В наш конкурс, в нем приняло участие 408 тысяч человек. Это школьники 10-11 класса, в которых ребята могли попробовать себя в качестве предпринимателей. В следующем году, теперь уже это точно, теперь мы это знаем, что более 500, мы рассчитываем, тысяч школьников, и в новом году смогут попробовать свои силы в качестве предпринимателей. Лучшие из них пройдут образовательные лагеря, лучшие из них поступят на факультет бизнеса капитаны в Рео имени Плеханова. В марте президент общался с участниками этого форума. Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины, России. Я искренне хочу, чтобы у вас всё получилось, всё, что вы задумали, и всё, о чём вы мечтаете. И, конечно, я знаю, что многие из вас способны на реализацию всех ваших планов, все, по сути дела, способны. Но для того, чтобы зажить дополнительные двигатели в сердце каждого из вас, я всё-таки хотел бы каждого из вас и спросить, а ты сможешь? Я могу! А другого... Другого ответа в этой аудитории трудно было и ожидать. У России уже есть вполне успешный опыт создания социальных лифтов. Например, конкурс «Лидеры России», который станет ежегодным. Он почему-то больше всего запомнился вот этими кадрами, когда участники в ходе командных испытаний прыгали со скалы. Но главное в этом конкурсе, конечно, жёсткий отбор лучших в управлении, предпринимательстве и многих других областях. Среди сотен тысяч претендентов. Победители в прошлом году получили влиятельных наставников, например, министров и известных бизнесменов, войдя в кадровый резерв президента, а некоторые из них даже были назначены на государственные посты. 103 человек у нас явились победителями, и несколько десятков из них получили достаточно серьёзное значение. Много это или мало? Я считаю, что много. Достаточно ли? Нет, недостаточно. И очень хорошо, что эти проекты будут продолжаться дальше, и больше людей получат возможности для своего развития, для своего продвижения. Об этом президент говорил с молодёжью сразу после вступления в должность. Вы знаете, да, что вот после этих мероприятий, которые провели, и лидера России, и так далее, там уже очень хороший получился результат, и на нашли... Назначение очень хорошее уже. На уровне министра, крупные компании. Я сам удивился. И чтобы было понятно, это не было моим каким-то указанием. Они реально понравились руководителям ведомства и крупных компаний. Они реально их нашли. И сделали это вот... Это был осознанный выбор, пригласить их на работу на такой уровень. Мы теперь все ждём снова. Да, но это не значит, что все сразу из вас будут замминистра или министры. Но, в общем, это может быть хорошим толчком движения. За сухими официальными формулировками указа стоят вполне понятные идеи и задачи. Талант, амбиции, упорство и мотивация молодых будут тем топливом, благодаря которому Россия должна оседлать эту волну технологического прогресса и сможет сделать рывок к благополучию каждого, кто живёт в этой стране. Человеческий ресурс у нас для этого есть и прекрасный. Нужно только по-умному им распорядиться. Павел Пчёлкин, Марина Елисеева. Первый канал. Павел Пчёлкин, Марина Елисеева.